Эх, хорошие были времена. Готовы пережить их снова? Добро пожаловать на WatchMojo Россия! И сегодня мы представим топ-10 предстоящих видеоигровых ремейков и ремастеров. В этом списке мы рассмотрим некоторые ремейки и ремастеры, на которых стоит обратить внимание в ближайшем или не очень будущем. Номер 10. Губка-боб, квадратные штаны, битва за бикини-ботом, регидратация. Дата выхода 20-й год. В шестом поколении вышло много разных видеоигр. Многие не оправдали ожиданий, но некоторые оказались отличными. Например, губка-боб, квадратные штаны, битва за бикини-ботом. Оригинальная трехмерная игра в жанре приключений, в которой игрокам предлагают исследовать бикини-ботом и положить конец армии роботов планктона. Как только мы подумали, что эта игра не сможет существовать в наше время, компания THQ Nordic на выставке E3 2019 объявила о ремейке. Помимо выхода этого шедевра на современных платформах, в ремейк будет добавлен контент, не вошедший в оригинальную игру. Например, многопользовательский режим и новый бой с боссом. Вы готовы, дети? Мы уверены, что да. Номер 9. Destroy All Humans. Дата выхода – начало 2020 года. После того, как THQ Nordic представили ремейк с панч-боб и спин-офф Darksiders, компания объявила, что игру Destroy All Humans также ожидает обновления. В начале 2020 года игроки снова получат контроль над крипто и смогут повторить классическое научно-фантастическое приключение 2005 года. Визуальные эффекты добавляют игре намного больше красок, а персонажи обладают большим количеством уникальных особенностей, что отличает их друг от друга. Предполагается, что в ремейке будут улучшены элементы управления, а также появятся дополнительные задачи и различные разблокируемые скины для крипто. Хотите заново пережить приключения до того, как выйдет ремейк? В оригинальную игру Destroy All Humans можно поиграть на Xbox One, а первые и вторые части доступны на PlayStation 4. Номер 8. Охотники за привидениями. Обновленная версия. Дата выхода – 4 октября 2019 года. Надевайте свои протонные рюкзаки, потому что в октябре вышла обновленная версия игры Охотники за привидениями. Мы знаем, о чем вы думаете. После того, как в 2016 году произошел дурацкий возврат денег, почему меня это должно беспокоить? Но У для начала это творческое приключение, которое показывает на мир Охотников за привидениями такими, какими фильмы не смогли бы его показать. Вдобавок ко всему, некоторые сценарии были написаны Дэном Эйкрейдом и покойным Гарольдом Рамисом. Эйкрейд сказал, что игра по сути третий фильм. Так что если вы мечтали об Охотниках за привидениями 3 и ищете недорогую игру, обратите внимание на эту. Номер 7. Медиевл. Дата выхода – 25 октября 2019. Если вы не знаете об этой святыне PlayStation 1, Медиевл рассказывает историю сэра Дэниэля Фортеско, рыцаря которого восхваляли как героя, который погиб в бою. Если бы только это было правдой. Когда злой зарок возвращается и поднимает армию мертвых, сэр Дэниэл пробуждается, чтобы доказать, что он и есть герой Галломера. Дата дала ему вторую шанс. По общему признанию, оригинальная Медиевл не была слишком зрелищной. Критики отмечали неудобное управление, низкую частоту кадров и неуклюжий дизайн уровней. К счастью, в PlayStation 4 версии игры эти проблемы будут исправлены, а также разработчики добавят уровни, не вошедшие в оригинальную игру. Оправдаются ли ожидания? Узнаем уже в конце октября. Номер 6. Warcraft 3 Reforged. Дата выхода — конец 2019-го. Узнаем уже какой-то другой способ. Блин, Утфер. Трудно поверить, что выходит ремейк Warcraft, учитывая, насколько крупным стал мир World of Warcraft за последние десятилетия. Reforged — это ремейк Warcraft 3 господства хаоса. Стратегической игры в режиме реального времени, получившей высокие оценки за визуальные эффекты, музыку и упрощенный пользовательский интерфейс. Однако одна из самых больших проблем заключается в моделях персонажей и внутриигровых роликах, которые уже устарели. Reforged направлен на то, чтобы воссоздать ролики с переработанными моделями персонажей. Вдобавок ко всему, автор Warcraft и StarCraft Кристи Голден написала новую историю, соответствующую текущей хронологии, и уделила больше внимания другим персонажам. Номер 5. System Shock и System Shock 2. Дата выхода — 20-й год. Мы не будем ничего добавлять. System Shock прошла через довольно сложный путь, прежде чем получить свое обновление. Разработка игры приостанавливалась на год, компания выпускала другие переиздания и обновления. Но Night Dive Studios все же вернулись к разработке ремейка в марте 2019 года. Почему мы так взволнованы выходом этой игры, на создание которой ушли годы? Что ж, игра System Shock с ее дизайном уровней и сюжетом оказала влияние на развитие десятков шутеров от первого лица, которые мы сегодня любим. Кстати, ты видел кадры начальной версии игры? System Shock в правильных руках. Номер 4. Trials of Mana. Дата выхода — начала 20-го года. Три-как! Также известная как Seiken Densetsu 3, Trials of Mana была революционной в свое время. Она включала три масштабные сюжетные линии, шесть игровых персонажей и кооперативный режим на двух человек. Не стоит говорить, что это был шедевр. Итак, представьте наше удивление в июне 2019 года, когда Square объявила о ремейке Trials of Mana в дополнении к переизданию оригинальной игры на консоли Switch как части Collection of Mana. Речь идет об игре, которая ранее была недоступна для западной аудитории. И, боже мой, это выглядит красиво. Поскорее бы 2020-й. Номер 3. Command & Conquer Remastered и Command & Conquer Red Alert Remastered. Дата выпуска — неопределена. На E3 2018 мир засвидетельствовал убийство, жертвой которого стала Command & Conquer. У EA хватило смелости вернуть франшизу, лишить ее славы и превратить некогда любимую стратегическую игру в условно-бесплатную мобильную. К счастью, похоже, что в EA прислушивались к негативным отзывам, поскольку в конце 2018 года Electronic Arts сделали неожиданный анонс. И у Command & Conquer и дополнительная серия Red Alerted будут свои ремейки. Конструкция complete. Петра Глифф Геймс, студия, основанная первыми разработчиками Command & Conquer, сейчас этим и занимается. Выход ремейков и обещание отказаться от доната — это попытка EA исправить ошибку, которой была Command & Conquer Rivals. Номер 2. The Legend of Zelda Link's Awakening. Дата выхода — 20 сентября 2019 года. За последние несколько лет было выпущено немало частей серии Zelda, но после того, как мы узнали о ремейке Link's Awakening, мы поняли, что еще не предел. Link's Awakening — полномасштабный ремейк игры для консоли Game Boy, который может похвастаться восхитительным оформлением, что является новым для серии. В ремейке есть новый режим, который позволит игрокам создавать свои собственные подземелья, а поддержка Meiba даст возможность применять дополнительные эффекты к этим подземельям. Игра уже доступна, и мы снова спасаем землю от зла. Прежде чем мы перейдем к первому месту, вот несколько почетных упоминаний. Продолжение следует... Продолжение следует... Прошло более 20 долгих лет с тех пор, как Final Fantasy VII покорило сердца геймеров по всему миру. Несмотря на статус легенды, давайте признаем, оригинальная версия устарела. К счастью, Square Enix работает над ремейком, который не ограничивается улучшениями графики и небольшими техническими наработками. Final Fantasy VII Remake расширяет оригинал. В игру будет добавлена новая система боев и расширена сюжетная линия. Компания Square предупредила игроков, что она не планирует, сколько конкретно будет частей. Но с каждым выходом полноценной игры мы ожидаем, что следующий ремейк появится лишь через 20 лет. Продолжение следует...